Девочка-пай 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 Сегодня все для того, чтобы школа строилась у нас есть. Мы провели конкурс. Мы с компанией ТС заключили контракт. Алексея Морозова мы знаем. Он как раз строил школу в услуге. Школа с очень хорошим качеством. Кстати, это первая школа, где были применены энергосберегающие технологии. В этом году уже первые 60 миллионов выделены, и я надеюсь, они будут освоены качественно и в срок до конца этого года. И мы уже видим, что стоит строительный забор, и сегодня уже ничего не мешает строителям начинать работать. И то, что мы строим сегодня школы, детские сады, спортивные объекты, для меня очень важно. Здесь должна быть современная школа, здесь современное хозяйство, здесь работают очень трудолюбивые, очень хорошие, отзывчивые, добрые люди. И, конечно, очень важно, чтобы и здесь у нас была крепкая социальная сфера. В добрый путь, и действительно, я очень надеюсь, что все сроки, которые мы установили, будут выполнены. По крайней мере, мы свои обязательства выполнили уже в бюджете на 2017 год, все деньги на строительство этой школы 100% заложены. Спасибо. Спасибо, Александр Юрьевич. Уважаемый Александр Юрьевич, во-первых, мы все рады видеть вас на родной пустомерской земле. Уважаемые коллеги, и позвольте мне, как местному жителю пустомерского сельского поселения, обратиться, уважаемые односельчане. Сегодня у нас, на самом деле, большой праздник строительского детского сада, дома культуры, школы. Это, на самом деле, праздник в любом поселении. Сегодня мы все вместе, наверное, самое главное, должны сказать спасибо региону, спасибо губернатору, спасибо всем, кто принимал участие в проектировании этого объекта, когда нам разрешили сделать индивидуальный проект, а это не всегда позволяется. Мы должны создать далее все, чтобы наши дети возвращались домой. А для этого у нас тоже все есть. Район развивается, регион вкладывает немоверные средства для того, чтобы здесь строилась современная инфраструктура. Развивались портовые сооружения, терминалы, новые предприятия. Еврохим строит новый, самый современный завод. Нам нужны вот эти детишки, которые вернутся домой с прекрасным образованием. И мы это все вместе сделаем. Уж вижу я, по праздничным маршрутам потянулась к школе детвора. Хочется сказать им в добрый путь, ребята, в вечный поиск истины, добра и красоты. Чтобы явью стали в вашей жизни самые высокие мечты. Сегодня... Когда-то Россия и Мани, танцуя на гулянье, Открыли новый стиль Штифлеты и сапожки Подростки и гармошки Подбитая, но все же непокорная Шивокадриса Песня Аплодисменты ПЕСНЯ ПЕСНЯ И как водится, по старой русской традиции, этому замечательному коллективу вручается музыкальный инструмент. ПАЯН Уважаемые друзья, день 19 августа 2016 года в деревне Большая Пустомержа Кингисепского района Ленинградской области ознаменован торжественным событием. С закладкой памятного камня в честь начала строительства новой школы. Руководители области и района с пониманием относятся к своим землякам и в первую очередь к подрастающему поколению нового века. Совсем скоро 220 школьников шагнут в свою новую школу. Пусть это послание станет символом добра для взрослых и их детей. Пусть этот талисман оберегает душевное спокойствие родителей и учителей. И веселое, умное, счастливое детство каждого ребенка. Обращаемся ко всем жителям Кингисепского района. Наши дети – это будущее Ленинградской области и всей страны. Пусть новая школа в Большой Пустомерже станет залогом достижения всех целей, поставленных перед собой и перед нашей малой родиной – детьми и взрослыми. Символом начала ее строительства. Хорошая поездка. Мы начинаем рабочий день с двух социальных объектов. Один объект – это детский сад. В поселке Робиницы мы только что открыли, и он уже будет работать с понедельника. Там будет веселый детский смех. Я надеюсь, что этот детский сад будет украшением. Новый объект – это новая школа. Школа уникальная, потому что школа строится по индивидуальному проекту. Это проект, который специально разрабатывался для этой местности, для этой территории и с учетом особенностей и стилистики Кингисепского района. А срок школы строительства небольшой. Мы уже рассчитываем, что 1 февраля 2018 года школа распахнет свои двери для ребятишек. Но, правда, строители говорят, что будут стараться сдать ее раньше. Но посмотрим пока по контракту срок 1 февраля. 450 миллионов финансирования, 60 миллионов заложено в этом году, и 390 миллионов – это лимит финансирования 2017 года. Надеюсь, что все у нас здесь получится. Конечно, работы очень много предстоит. И не случайно мы приняли программу до 2030 года. Как раз эта программа и подразумевает внедрение социальных стандартов в каждом поселке, в каждом городе Ленинградской области. Как часто вы предлагаете контролировать строительство? Перемодальный центр каждый месяц? Поставим веб-камеру и будем контролировать. Но я надеюсь, что здесь компания ТС, которая уже строит не первый социальный объект, а в Кенгисепском районе, здесь будет работать хорошо. Все-таки компания с хорошим качеством построила школу в услуги. Это одна сегодня из лучших сельских школ. А в Ленинградской области, да и в России, там применены современные энергосберегающие технологии. Мы также рассчитываем, что также с хорошим качеством компания построит эту школу в большой постановке. Скажите, вот как вы думаете, насколько качественно и правильно все сделает ваша компания? Я думаю, что без даже претензий по какому качеству все будет сделано в срок. И очень-очень хорошо, все будут довольны. Понятно. Ну, все могут быть спокойны, что в таких хороших руках качество этой стройки. Конечно. Вы рады, что у вас будет новая школа? Да. Хотите новую школу? Да. Это совсем старая уже? Нет. Нет еще? Нет еще. Еще поучитесь? Ну, я не знаю.